Здарова! Сегодня я заставила своих друзей АК-подписчиков написать мне анонимные вопросы в MGL. Пожалуйста. Я подготовила вот такой вот блокнотик, куда записала все самые интересные вопросы, на которые сейчас я буду отвечать. Опять же, повторюсь, я не знаю, кто мне это написал, но сейчас мы с вами расскажем, посмотрим и обсудим. Итак, первый вопрос. Самая запоминающаяся и кринжовая история из жизни, скажем так. Вы когда-нибудь обсыкались при своем краше? Я да! Просто я да! Я королева этого мира! Я обсыкалась при своем краше. Внимание! Я не просто обсыпуха. На тот момент у меня был цистит и так уж вышло. Извините. Это произошло в седьмом классе после моей поездки на Иссыкуль. Как известно, Иссыкуль очень холодное озеро, из которого я буквально не вылезала. В связи с этим у меня появился цистит. И, конечно, по нелепым стечениям обстоятельств, после этой болячки, точнее, в ее время и в самый острый пик цистита, меня зовет гулять мой краш в парк Горького в Алматы. Разумеется, направились мы в парк не одни. С нами еще была моя подружка и другая подружка. В общем, я была в черной юбке, и это меня буквально спасло, потому что тут случился неконтролируемый мочевой приступ. И я просто обсыкаюсь. Благо, я была в черной юбке, карандаш, и все просто потихонечку стекло. Я ушла в туалет, и этого, благо, никто не заметил. Но сейчас я рассказываю это без стыда, и, в принципе, если этот человек это посмотрит, он все равно не догадается, да и ему это к черту не надо. Но если ты это смотришь, то ты пошел нахуй. Следующий вопрос. Какой твой идеальный тип мужчины? Какие качества ты ценишь? Я тут немножко выписала все-таки, какие качества я ценю. Во-первых, это преданность, потому что я не потерплю измены в отношениях, для меня это низость, это отвратительно. Следующий момент это честность. Ну, я думаю, объяснять не нужно. Амбициозность, чтобы мой мужик мог меня содержать. Это важно. Потому что если он будет спиногрюзом, которому ни хрена не надо в этой жизни, то пошел он в б***. Девочки, и вам советую. Следующее качество. Целеустремленность. Наверное, его можно отнести в ту же клею, что и амбициозность, потому что целеустремленность это очень важно. Я сама по себе очень целеустремленный человек, и, соответственно, мне нужен такой же возле себя. Интеллект. Интеллект тоже очень важная составляющая у мужчины, потому что если с ним не о чем поговорить, то он не нужен. А зачем еще нужен партнер, если с ним не о чем поговорить? Адекватность. На самом деле, это самый простой пункт по завоеванию моего сердца, потому что я встречала очень много неадекваж, они все сказались на моей психике, до сих пор снятся мне в кошмарных снах. В общем, это важно. Адекватность. Чувство юмора. Ничего я не ценю больше в человеке, чем чувство юмора. На самом деле, даже если это ущербное чувство юмора, но я нахожу его смешным, нам по пути. Порядочность. Разумеется, порядочность не в бытовом плане, а в духовном. Мне не нужен человек, который будет постоянно распыляться, пойми на кого, который не будет отстаивать собственные интересы и собственные взгляды. Могу обосновать это тем, что меня всегда пугала беспринципность и свинское отношение к чему бы то ни было. И, наверное, заключающий пункт в критериях моего идеального мужчины – это доброта. Потому что доброта – это очень важно. Обычно я проверяю это добротой к животным, к детям. То есть для меня важно, чтобы человек относился хорошо как к братьям нашим меньшим, так и к животным. Я шучу. Я шучу. Следующий вопрос. Третий. Почему Мэри? Меня зовут Мэри. Это имя я дала себе сама. По документам у меня совершенно иное имя, мое настоящее, которое мне дали при рождении. Почему так вышло? Имя, которым я владею при рождении, мне дал человек, которого я сейчас не ставлю ни во что. Это мой дедушка со стороны отца. Он не играет никакой роли. Я его не люблю, не воспринимаю. Мне все равно на него, ему все равно на меня. И у нас с ним обоюдный п***визнь. Ну и плюс он не очень любит мою семью, в которой я сейчас живу. В связи с этим я не люблю его, и у меня к нему достаточно пренебрежительное отношение. Можно поменять имя, которое я выбрала себе самостоятельно. Это было несколько лет назад. Тогда я сидела в интернете и наткнулась на очень классный стих. Их называется «Знаешь Мэри». Его написал Джо Россо. Я сопоставила аналогию с именем Мэри и со своим настоящим именем. И имя Мэри, естественно, мне нравится намного больше, потому что, скорее всего, про мое настоящее имя стихов никто никогда не напишет. Ну и плюс я тогда переживала достаточно сложный этап в своей жизни. Я сидела на антидепрессантах, и мне нужна была какая-то смена отстановки. То есть психологически я как бы сбросила груз своего старого имени, нацепив на себя новое. Что может тебя по-настоящему обидеть? Так, по-настоящему меня может обидеть только один фактор, когда на меня клевещут. Когда я говорю правду, а я, в принципе, приверженец правды, я всегда говорю правду. Я могу не договорить, но потом я все равно скажу правду. Все равно все карты когда-нибудь всплывут. Все благодаря моему рту, моему скорпионскому рту. В связи с тем, что я всегда говорю правду, люди умудряются на меня клеветать или выдумывать какие-то факты, которые я не говорила, не освещала. И это меня может очень сильно ранить. Следующий вопрос. Не вопрос. Почему я это выписала? Плиз, давай встретимся поскорее. Если бы я знала, кто это мне пишет, но давай. Я не знаю, кто это мне пишет, но давай. Я согласна. Нет, догнаю. Дальше вопрос. Шестой. Кучее свидание, на котором ты когда-либо была. На этот вопрос на самом деле я отвечала. Я рассказывала эту историю в одном из моих предыдущих видео. Вы можете посмотреть. Скорее всего, я оставлю ссылочку в описании, если YouTube даст мне на то доступ. Потому что пока неизвестно, даст или не даст. Там же вы можете найти ссылочку на мой Instagram и ссылочку на TikTok. Буду очень благодарна, если подпишетесь. Больше я не знаю, что вам рассказать. Потому что это, в принципе, были шесть самых интересных вопросов. Один из которых почему-то не вопрос. Но как есть. В общем, всем спасибо за внимание. Люблю, целую сердечно. Всем пока. А нет, еще не пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк, колокольчик и все такое. Всех люблю. Спасибо.